И снова в Словодичи веселенькая суббота. Соревнования утром по плаванию. Соревнования в мини-футбол среди юноши. Одна четвертая Кубка Украины среди женщин, в котором, кстати говоря, наши выиграли и вышли в полуфинал, что фантастика. Ну а вечером еще и КВН. И вы нигде не были? Ну тогда смотрите наш экспресс-выпуск. Мы постараемся обо всем по чуть-чуть. Ну а подробнее, конечно, в среду. И начнем с футзала. Одна четвертая Кубка Украины. Наш соперник вновь команда высшей лиги 5G. Волнуются и наши девчонки, и волнуются их зрители. Их пришло немного больше, но все равно неполный олимпиец. Но особо волновались мы только первые три минуты. А на третьей минуте наша девятка Лиза Кузнецова забивает первый гол. В воротах великолепно стоит наш вратарь Анна Голубцова. И несколько раз спасает нашу команду. Проходит еще три минуты. И следующий гол забивает наш капитан. Первый тайм. Наши девчонки выигрывают 3-0. И волнения постепенно стихают. Но опасения остаются. Все-таки против команды первой лиги Олимп. Кады из США играет команда высшей лиги. Кстати, входящая в четверку лучших. Во втором тайме обе команды немножко подустали. И здесь уже игра пошла, как говорится, на волевых. Пропускаем часть тайма. Подробнее расскажем потом. А когда на 17-й минуте мы забиваем седьмой гол. И после этого еще было два опаснейших голевых момента. Стало понятно. Славутчане победят и сегодня. Когда еще так громко кричал наш Олимпиец? Так громко кричали Славутич наши болельщики. 7-4. Повержена еще одна команда высшей лиги. И теперь впереди полуфинал. Мы настраивались, мы хотели, мы божали. Я сказал девчатам, что если мы сможем враховать все свои недолики и недолики суперника, то все получится. Можливо, не все получилось, но главная задача была выполнена. То есть перемога. И Славутичу одна другая финала Кубка Украины. Полуфинал Кубка это... Так, півфинал Кубка. И сподіваемся. Теперь у нас одна дома, одна на выезде. Вновь. А теперь же три игры. Теперь две игры. За рахунок двух игр. Теперь болевальникам велика подяка. Была поддержка, была трошки поддержка. Скажем, гнали нашу команду вперед. Они старались. У нас не много, но будем сподіваться, что будет... Мне показалось, что во втором тайме они немного потеряли. Ну, было, да, звичайно. Мы играли два тайма по 45 хвилин, хотя по 30. По 43 хвилини. 43 хвилини. Чистое время. Чистое время. А так два по 20. Велика подяка всім. Приходьте, болевайте. Когда? Когда полуфинал? Невідомо. И кто, как, что невідомо. Додатково, я думаю, по каналу, мы дядям Славутичу, обоязково все покажем. Взагалі супер. Говорить уже не могу, Бог у вас я втратил. Емоции просто шаленые. Мне щиро подяка цим девчатам, которые объединяют все місто. И это, правда, те, чем мы достойны хворить. Не болевать, а саме хворить. А болевать за них мы будем все життя, это точно. Что вы пожелаете этим девчонкам в полуфинале? Успеху, успеху. Я желаю, в первую очередь, успеху. Они достойны того, чтобы дойти до финала, а там уже, как карта ляжет до этого финала. Но до финала мы достойнули. Мы маем это желание. Я уже говорил, победит тот, кто мает больше желания. Мы маем это желание. Поэтому я желаю успеху и желаю, чтобы мы дошли до финала. По мнению зрителей, лучшим игроком нашей команды стал наш вратарь Анна Голубцова. И она получила спецприз от Медиадома. Три месяца бесплатного интернета. Нет, ты вначале очень классно играла. Огромное тебе спасибо. И вот этот подарок, я надеюсь, у тебя будет бесплатный интернет. И ты себя будешь смотреть по телевизору. Смотри обязательно. И что ты пожелаешь себе и всей команде в полуфинале? Вообще не пропустить. Вообще не пропустить. Ты фантазерка, конечно. Но будем стараться. Но будем стараться. Молодец. Спасибо, удачи тебе. У тебя сегодня было, по-моему, меньше попаданий, чем даже в прошлой игре. Может, команда была более-менее чуть-чуть так слабая. А это более сильнее. Поэтому так меньше получалось. Не, ну у тебя было несколько выходов. Один на один. То есть ты должна была до десяти минимум доводить счет. Ну, в полуфинале. Давай так. Все, что не забило сегодня, забить в полуфинале. Да. Договорились? Да. Эх, какой футбол вы пропустили, не побывав в Олимпийце. Это просто роскошный матч. Ну, я надеюсь, к полуфиналу вы созреете и обязательно придете. Итак, полуфинал Кубка Украины, в котором будет играть команда из Славутича с командой Высшей Лиги. Подробнее о том, когда это состоится, мы, конечно, расскажем. А в пятницу в традиционный специальный репортаж о победе наших футзалисток. И в среду, конечно, поговорим в новостях Славутича о победе наших футзалисток. Кстати, весь матч можете посмотреть на нашем канале в Ютубе «Славутич. Нижнее подчеркивание. Лайв». В этом же зале за два часа до начала этой супер-игры закончился турнир по мини-футболу среди футболистов 2010-2011 годов рождения. Увы, наша команда не оказалась в числе призеров, зато победила команда из Броваров. Вот есть чем гордиться. Замечательные ребята получили кубок, родители счастливы, но, откровенно говоря, если судить по болельщикам, то тут должна была победить команда из Чернигова. Болельщиков приехало значительно больше. Но, увы, команда заняла только второе место. Подробнее об этом турнире в новостях в среду. И о КВН. Шесть команд приехало принять участие в зимнем кубке Славутича. Не все было абсолютно ровно. Была и детская команда, но, тем не менее, КВН прошел полный зал зрителей. Конечно, очень жаль нашу команду, Славутическую команду 3D-формат. Им буквально чуть-чуть считанного балла не хватило, чтобы войти в двойку лучших команд, которые будут бороться за кубок Славутича в декабре этого года. Но у них еще есть возможность, у них еще есть шансы. А вообще у них замечательный местный материал, над которым смеялся практически весь зал. А у нас громадские слухания міського головы. Юрий Кирилович, Юрий Кирилович, вы посмотрите, что творится. Вы тарифы видели? Как платить людям вообще, а? Да не проблема, вертайтесь, а допоможем формам субсидий. Да не нужны мне ваши подачки. Вы что, думаете, я заплатить не могу? Да не, я так не думаю. Конечно, мажоры одни тут собрались. Да, так вы считаете? Да не, я так не считаю. Да вам видно, что вообще никак не считаете. А вам, як директору Ужика Ханесорома, такие пытания ставить? Постоянная рубрика 3D-новости. Внимание на экран. Игорь, скажите, чем занимается руководство станции в данный момент? Мы новое ничего не создаем, но разрушать разрушаем. Как, на ваш взгляд, должна работать станция? Станция должна захоранивать сама себя. Скажите, пожалуйста, а почему на днях на Чернобыльской атомной электростанции отключили отопление? Я очень надеюсь, что произойдет омоложение нашего коллектива. И напоследок, многие интересуются, как устроиться к вам на работу. На Чернобыльской АЭС теперь со следующего года никто бесплатно ходить не будет. Это я обещаю. А вот победили сразу две команды. Одна из них хорошо нам знакома из города Ирпень, но теперь имеет новое название. Лунь. Случай на районе. Мы точно правильно в ладошки играем? Отвечаю. Ну тогда шах и мат. А теперь представьте, парень, который прочитал всего одну книгу, пытается влиться в коллектив к интеллигентам. Как говорил Пауло Куэльо, любовь — это всего лишь чувство, которое уходит на рассвете. И независимо от того, какой ты человек, важно какой ветер идут в твою сторону. Б. Бджилка. Бджилка, бджилка, жу-жу-жу. Я, наверное, ухожу. И, безусловно, лидерами получились команда «Бомба-ракета» из Киева. Парень решил принять душ у девушки дома. Водичка такая тепленькая, осталось голову помыть. Так, где тут у нее шампунь? Абразивный скраб. Лифтинговый тоник. Эмульсивное молочко. О, это из коровы. Почему из коровы? Ладно, помощь друга. Оля, где тут у тебя шампунь? Ну, посмотри внимательнее, он там в баночке стоит. Тут все в баночках. Нет-нет, там все в тювиках, палетках и в вакунах. И только шампунь в баночке. Баночки. Баночка. Баночка, баночка. В чем бы я анализы понес, баночка? Ладно, хрен с ним, просто вытрусь и выйду. Оль, красное полотенце можно взять? Конечно, бери. Только не перепутай с коровым. Пурпурным. Да, нахрен, просто так стоим и сохнем. Стоим и сохнем. Эти две лучшие команды, лунь и бомба-ракета, попали в суперфинал, который пройдет в декабре. Но впереди еще нас ждет весенний кубок и осенний. А команды и участников КВН всех поздравляем. Это был веселый вечерок. Более подробнее о КВН снова в среду. В новостях Славутича.